Вот фотка, которую я сделал на смартфон в 2008 году, времена первого айфона. Качество, прямо скажем, такое. А вот то же самое место, снятое на смартфон этого года. Разница очевидна. Каждый раз, когда смотрю на подобное, интересно разобраться, а как мобильная фотография прошла такой большой путь за последние 10 лет. Как в таком компактном корпусе помещаются камеры, сравнимые по качеству с профессиональными фотиками? Как в смартфонах отличаются матрицы и оптика? И за счет каких технологий удалось достигнуть такого высокого уровня качества? Об этом сегодня и поговорим, подробно разберем, как устроена камера в смартфоне, со всеми деталями, и кидаю спойлер, дело не только в алгоритмах обработки. Это Дроидер, с вами Борис Единский, будет интересно. Погнали! Главной предпосылкой к появлению камер в телефонах стало изобретение цифровых камер. Вряд ли кто-нибудь захотел бы запихнуть туда пленку, хотя выглядело бы забавно. Первая цифровая камера появилась еще в 1975 году. Она имела разрешение всего в одну сотую мегапикселя, была черный-белый, а фотографии записывались на кассету. Несмотря на это, сама технология получения снимка была такой же, как и в современных цифровых девайсах. Как же это устроено? Любая цифровая камера состоит из двух основных частей — сенсор и система линз. Сенсор улавливает свет, который на нем фокусирует система линз, а затем из полученного света получается картинка. Собственно, в любом смартфоне и стоит цифровая камера, причем в количестве нескольких штук. Но есть один ключевой нюанс — это размеры. Качество снимка зависит от количества информации, поступающей на сенсор. В нашем случае информация — это свет, попадающий на матрицу. Поэтому чем меньше сенсор, тем меньше света, и тем хуже фото в теории. Для сравнения. Вот матрица обычного полнокадрового фотика, а вот матрица смартфона. Но как же камерам смартфонов удается выдавать сопоставимое качество? Для этого за последние годы было придумано множество ухищрений. Давайте разбираться. Итак, ключевой элемент камеры — ее сенсор. Вот так он выглядит. А его основная составляющая — светочувствительная матрица. Она состоит из мегапикселей, то есть миллионов светочувствительных ячеек. Когда мы открываем приложение камера, ячейки начинают собирать фотоны света и формируется итоговая картинка. Но как это происходит? На самом деле, зависит от типа матрицы. И основных всего два — CCD и CMOS. В чем разница? При воздействии света на ячейку в ней образуются электроны. Чем больше света, тем больше электронов. А дальше электроны поступают в специальный преобразователь, где они превращаются в выходное напряжение. Так устроены матрицы CCD. Они были придуманы первыми, а сейчас используются только в очень дорогих камерах из-за своей цены. В CMOS матрицы все преобразования происходят уже в самой ячейке. Такие матрицы дешевле, компактнее и быстрее. Поэтому они получили большое распространение и стоят в большинстве смартфонов. Но тут возникает интересный вопрос. Описанные технологии мы можем хорошо посчитать количество света, поступающего на пиксели. Но как получить цветную фотографию из этого? И тут, на первый взгляд, решение достаточно очевидное. Для добавления цвета в фотки поверх ячейок помещают специальные цветные фильтры разных цветов. Красный, синий, зеленый. Самый известный называется фильтр Bayer, он же RGGB. Здесь 25% красных элементов, 25% синих и 50% зеленых. Такой дисбаланс вызван тем, что человеческий глаз лучше воспринимает зеленые оттенки. И интересно, получается, что таким образом отдельный пиксель улавливает только один из этих трех цветов. И чтобы получить полноценное цветное изображение, нам нужно взять уже 4 пикселя блоком 2х2. И после этого более точный оттенок конкретного пикселя можно вычтить по соседним цветам. Но самое любопытное вот что. Оказывается, что RGGB это не единственный тип цветных фильтров. Помимо него существует уже почти неиспользуемый CYYM, в котором на каждый блок есть бирюзовый, желтый две штуки и один пурпурный. А также RYYB, где зеленый цвет заменили на желтый. Он появился в смартфонах в 2019 году, и идея была любопытная. Ведь желтый фильтр пропускает больше света, чем зеленый, а значит потенциально дает больше информации. Но в конечном счете идея не очень прижилась, потому что возникали артефакты с точностью света, особенно зеленого. Но главным ограничением для количества света все еще остаются не фильтры, а, конечно, размеры самих пикселей. В камерах смартфонов зачастую они не превышают полутора микрометров. А это раз в пять меньше, чем у больших камер. Для частичного решения этой проблемы придумали технологию Quad Buyer. В ней при значительном увеличении разрешения камер, например, до 48 Мп, размер фильтра Байера остается как при 12 Мп. То есть цветная ячейка покрывает уже 4 пикселя, блок 2х2. Такая технология используется во многих актуальных смартфонах, в том числе в нашем Vivo V25 Pro. И основная идея в том, что это позволяет увеличить динамический диапазон фотографий. Каким образом? Вообще сделать это можно двумя способами. Большим размером сенсора или увеличением выдержки. Первый вариант не подходит из-за маленького размера камеры в смартфоне. Второй вариант в смартфоне может прокатить. Трюк в том, что одновременно половина фотодиодов работает с короткой выдержкой, а вторая половина с длинной. Получается, под каждым цветным фильтром два диода собирают всю информацию на ярких участках, а два других на темных. И при этом общее время выдержки увеличивается незначительно. С другой стороны, сами пиксели становятся еще меньше, а это приводит к возникновению шумов, а значит, к повышению требований к производительности смартфона. Подробнее посмотрим это на примере смартфона Vivo V25 Pro. Это флагман новой линейки V25, которая выходит в России. Но вы в курсе, Vivo давно есть на нашем рынке, и главное, большое внимание уделяет фото- и видеовозможностям смартфонов. Например, первым смартфоном с фронтальной светодиодной вспышкой и полного спектра был Vivo X-Shot, представленный аж в 2014 году. А Vivo X7, вышедший в 2017, был оснащен передовой технологией мягкого света, разработанной компанией. А в 2016 в сериях Vivo X9 и X9s внедрили режим двойной камеры для фронтальной фотосъемки. Так вот, если посмотрим на новинку V25 Pro, то прежде всего интересна основная 64-мегапиксельная камера. У нее есть гибридная стабилизация, комбинируется оптической стабилизацией и электронная. Делает снимки с рук максимально четкими. О стабилизации мы еще не поговорим, кстати. Фотки можно делать как при 16-мегапикселях, так и задействовать полное разрешение камеры для получения очень детальных снимков. Лучше при дневном освещении. Выглядит это вот так, зацените, визуализация объектов прям до высоты. Любителям портретного фото понравится качественная бокам, да еще с возможностью менять блики после съемки. Можно выбрать из нескольких вариантов, такие как сердечки, бабочки, а еще есть вишня в цвету. Для создания динамики можно использовать эффект размытия в движении. Ночной режим тоже молодец, получаются вот такие или вот такие снимки. Помимо продвинутых основных камер, в смартфоне установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом по глазам. Она позволяет всегда делать четкие не только селфи-фото, но и селфи-видео. Оцените качество картинки, а заодно звука. Всем привет, с вами Митя Иванов, это Droider. Есть вопросы? Будут ответы. Кстати, насчет видео. Гибридная стабилизация сделает кадр плавным даже при сильной тряске. За обработку всех этих алгоритмов отвечает чип MediaTek Dimensity 1300. Еще здесь есть 12 ГБ оперативки и возможность расширить еще на 8. Чтобы избежать перегрева и троттлинга, используется система охлаждения. Также большой аккумулятор внутри 4830 мАч и мощная зарядка 66 Вт за 15 минут заряжает до 42%. Но самое любопытное, Vivo уделяет внимание не только железу, фишкам, но и дизайну. Тут используется фотохронное антибликовое стекло с бархатистой поверхностью на задней крышке. И благодаря слою кристаллов оно умеет менять свой цвет под разными углами. От небесно-глубого до темно-синего выглядит реально впечатляюще. Зацените, как переливается. И, кстати, да, для первых покупателей V25 Pro в подарок беспроводные наушники. Подробности по ссылке в описании. Но интересно, что гонка за качеством мобильного фото не заканчивается на матрице. Производители используют все доступные им технологии для того, чтобы прокачать качество снимков. Например, стабилизация. Как это связано? Очень просто. Один из способов увеличить количество света, попадающего на матрицу, это повысить время выдержки. Ну, то есть, по сути, то время, в течение которого фотоны попадают на сенсор. Но тут есть проблема. Для того, чтобы это работало, камера должна быть абсолютно неподвижной, иначе с ним их смажется. Но есть решение. Если использовать стабилизацию, матрица дольше может оставаться неподвижной. Самый распространенный способ — оптическая стабилизация, или ОАС. Как она работает? Кстати, первым смартфоном с пяти осевой гимбл стабилизацией был Vivo X50 Pro. Созданный по образцу полноразмерного профессионального стабилизатора, встроенный модуль в X50 Pro обеспечивал повышенную устойчивость основной камеры, двигаясь в направлении противоположного тряска. Но оптическая стабилизация — это все-таки механизм, причем очень маленького размера. Значит, он стоит производителям смартфонов недешево. Поэтому многие используют другую стабилизацию — электронную, или EIS. В ней все движения камеры компенсируются процессором при обработке изображения. Некоторые смартфоны, в частности наш Vivo, могут использовать оптическую и электронную стабилизацию одновременно. Но больше всего места в модуле камеры занимает система Lens. Именно она не позволяет сделать размеры матриц такими же, как в профессиональных фотиках, потому что чем больше сенсор, тем больше должна быть оптика. Мы, кстати, подробно рассказывали об этом в одном из недавних роликов. И вы наверняка видели на презентациях смартфонов вот эти красивые взрыв-схемы, где все они разлетаются, но мало кто объясняет, как вообще это устроено и зачем они нужны. Давайте разберемся. Вообще, в любом модуле камеры есть три типа линз — собирающая, фокусирующая и корректирующая. Самая основная — это собирающая. Чтобы маленький сенсор захватывал большую сцену, ее необходимо сжать до размеров этого сенсора. Для этого нужна выпуклая линза, которая собирает пучок лучей в одну точку. В целом, ее одной было бы достаточно для того, чтобы сделать снимок. Правда, качество получилось бы так себе. Мы получили бы расфокус искажения и аберрации, поэтому нам нужен второй тип линз — фокусирующая линза. В отличие от других, она может перемещаться внутри объектива, чтобы достичь необходимой резкости изображения. А чтобы убрать другие искажения, используется корректирующая линза, например, чтобы уменьшить эффект форматических аберраций. Он возникает из-за того, что у каждого цвета своя длина волны, и поэтому некоторые цвета могут быть в расфокусе, так как они не сходятся в одной точке. Из-за этого снижается четкость изображения и появляются цветные контуры. Для борьбы с этим в каждом модуле камеры есть ахроматическая линза. В больших фотоаппаратах все эти линзы представляют собой отдельные элементы, которые можно даже подобрать под себя или заменить. А в смартфонах для экономии места, по сути, это одна склеенная из нескольких пластиковых элементов штуковина. Обычно это от 5 до 7 линз, а пластик часто используют, потому что с ним работать легче, и он не разобьется при падении. Но и главное, именно линзы определяют угол захвата камеры. По-моему, это называется фокусное расстояние. Чем меньше значение, тем шире угол обзора. Так выглядит широкоугольная камера, а вот так более узкий зум. Причем интересно, что на классических фотоаппаратах все достаточно просто. Ставишь необходимый для данной сцены объектив и готово. На смартфоне мы не можем переключать у одного сенсора разные объективы, поэтому под разные углы обзора создаются разные фотомодули. Самый первый смартфон с двумя камерами появился больше 10 лет назад. На самом деле там они использовались для другого, для создания 3D-эффекта. А вот создание разных модулей под разные задачи стало трендом последних 5 лет. Кстати, не обязательно разные камеры должны быть только с тыльной стороны. Например, смартфон Vivo V5 Plus был первым в мире с двойной фронтальной камерой. А через пару лет Vivo V17 Pro стал первым смартфоном с двойной выдвигающейся селфи-камерой. Сейчас дополнительные модули камер устанавливают практически все производители. В нашем Vivo V25 Pro есть три основных модуля камеры. Главный объектив со средним углом обзора и самой высокой светочувствительностью. Сверхширокоугольный объектив, он же сверхширик. Малое фокусное расстояние дает нам больший угол обзора. Такой камер может захватывать сцену максимально широко и получать интересные снимки, например, вот такие. И третий модуль здесь нужен либо для замера глубины, либо для отделения фона при портретной съемке. Помимо этих модулей, смартфоны часто устанавливают телеобъективы или телевики для большего зума. У них фокусное расстояние часто кратно основному модулю. Например, если у основного объектива оно в эквиваленте равно 24 мм, а у телевика 77 мм, то получается, если округлить, примерно трехкратный оптический зум. Но даже у самых продвинутых вспомогательных модулей камеры качество снимков часто уступает основной камере. Дело в том, что для увеличения угла обзора или для зума часто нужны дополнительные линзы, а они тоже поглощают свет. А во-вторых, такие модули обычно ставят матрицы попроще. Итак, сегодня мы разобрались, как в мобильных камерах устроены матрицы, стабилизация и система линз. А главное, поняли, почему эти технологии сделаны именно такими, и почему они позволяют получать нашим мобильным камерам больше света и в итоге делать лучшие фотографии. Но в последнее время ключевую роль здесь играют, конечно, еще алгоритмы обработки. В смартфонах есть мощные процессоры, в них есть нейронные ядра, которые все это перелопачивают. Убирают шумы, дорисовывают детали, подбирают баланс белого, склеивают несколько снимков. Но, пожалуй, про это у нас уже есть большое количество роликов на канале, так что можете посмотреть. Сегодня хотелось бы больше поговорить про физическую сторону вопросов. И если вам было интересно, жмите лайк, колокольчик и подписку, чтобы другие видосы не пропускать. И пишите в комментариях, что еще про камеры вы бы хотели, чтобы мы разобрали на нашем канале. А с вами был Борис Зинский, и это Дроидер. До встречи в будущем.